Это уступление не что иное, как подготовка молодых талантов в возрасте от 12 до 17 лет, карьере в сферах науки, техники, технологии и математики. Андрея Чавес решил объединить всеми любимые уроки танцев занятиями по программированию, которым ученицы школы испытывали меньше интереса. Называется все действие «цифровой танец». Наши девчонки любят танцевать. Я заметила, что они совсем не посещали наши технологические занятия. У нас есть класс «Комната технологий», в котором занимаются программисты, графические дизайнеры, руководители проектов и кинематографисты. Я долго думала, как бы мне все это объединить, и тут на меня снизошло озарение. Боже, мы же можем создать цифровой танец. Большинство движущихся элементов на сцене программировали сами ученицы. Программирование — это как еще один язык, который ты знаешь. Ты можешь об этом написать в резюме. Это сделает тебя намного более ценным сотрудником. Как признаются девочки, они стали чувствовать себя намного увереннее в своих возможностях. 17-летняя Таня Нажнин запрограммировала робот-вездеход двигаться в такт музыки. Нет ничего невозможного, если только ты сам не убедишь себя в обратном. Я решила, что это то, чем я хочу заниматься в будущем. А девочки, которые боятся, что у них не получится, должны просто попробовать, и все будет хорошо. По данным Национального научного фонда США, женщин в сфере науки и технологий — меньшинство. Самый большой дисбаланс в инжиниринге. Лишь 15% из профессионалов в этой сфере — женщины. Вероятно, студентки школы для девочек в Нью-Йорке это исправят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!